Смотрите, создал я специальный чат, ну, тема, например, вот у меня чат есть, я его называю оригиналом. Я захожу сюда, и здесь можно так создать тему. Давайте посмотрим, какого у меня есть. 23, 21, 20, 19, 15, ну, давайте 14 создадим. 14 года нет. Я создаю тему, то есть в этом чате я создаю тему 2014 год. И у меня, получается, вот новый чат, например, 2014. Вот у меня эти чаты, 2014 я могу внутри чата настраивать всякие, ну, тут чуть немного, но вот у меня платный тариф я теперь могу. Допустим, давайте вот возьмем 2017, это там Данька из-за беременния. Нажимаю редактировать, нажимаю изменить. Тут, например, что-нибудь тут, поиск проекта, вот, есть что-нибудь такое? Ну-ка, baby, baby, ребёнок, ребёнок, нету. Ну, давайте, он рыбка рыбасов, поэтому давайте рыбку сделаем. Вот, всё, готово. Это, кстати, только на платном тарифе вот такая штука есть, но тем не менее. То есть мы назвали наш чат, создали новый, переименовали, всё понятно, всё хорошо. Вот сам чат называется, главная папочка называется «Оригиналы». Здесь же под папочки, по годам. Я могу каждый год скидывать разные фотографии, разные папки и так далее, ну, разные документы, видео, файлы, всё, что хочешь. Причём я, например, если у меня вот здесь, видите, запись была 2016 года, я, допустим, беру оригинал, захожу в 2016 год и там скидываю файл. У меня есть две возможности, ну, здесь не видно, сейчас я покажу ещё раз. То есть есть две возможности. Скинуть этот файл без сжатия и скинуть быстрый способ. Я, конечно, так как это хранение файлов, скидываю без сжатия, нажав, хоп, всё, и он полетел. Файл начинает загружаться в 2016 год. То есть я эти файлы по 2016 год могу найти вот здесь по поиску. Но я могу также зайти и в единый чат, который есть в этот, и вот он в едином чате, он, соответственно, появляется. То есть я могу этот файл найти и там, да, этот добавился и так далее. То есть крутость хранения заключается в том, что вы теперь можете разбивать по годам, можно какую-то логику, какую-то другую, по именам, можно там фотографии только одного ребёнка, фотографии другого. Или можете, если это рабочий, там по продуктам, по месяцам, да, то есть, например, каска и поехали. Месяц такой, месяц такой, месяц такой, месяц такой. Можно так, ну, опять же, и с CRM эта ерунда не нужна, но это именно как хранение, как дабл, да, то есть если мы дополнительное хранение информации ведём, то вот телеграм сейчас становится очень круто. Единственное, что вам не надо, надо всегда понимать, кому вы даёте доступ, потому что одним движением, одной ошибки все эти файлы можно удалить, поэтому здесь очень внимательно.